А как в правительстве оценивают первые результаты реформы? Это тема для разговора с Лилией Гриневич, министр образования и науки Украины. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Лилия. Спасибо, что нашли время. Как вам первая неделя школьной реформы? Какие результаты уже видны? Возможно, какие-то недоработки? Очень напряженно и нервно. Потому что это очень прикольно и больно, когда мы даем миллиард гривен на место с основниками. А основниками есть органы местного самовряда, где-то ОТГ, так, основники школы, где-то районные администрации. И они, получивши деньги, не могут ними распорядиться. И поэтому мы видим очень разную картинку. Например, вообще, перед 1 вересня было использовано только 44% этой субвенции. Сейчас, на данный момент, за нашими данными, использовано почти 54%. Но это означает, что еще почти половина денег просто лежит и ждет, когда их используют. И знаете, у меня такое впечатление, что так долго не финансировалась школа и не было никаких капиталов вкладок, что все уже привыкли, что все должно делать, особенно в начальной школе, за гроши батьков. И я закликаю батьков, вы не должны платить зараз за парти, или, например, когда вам говорят, что вы сейчас должны купить какие-то платные подручники, потому что все это будет в школе. И деньги на это есть. И очень часто это зависит от управления спроможности. Потому что в одних местах это уже есть, а в других нет. Почему? С кольких причин. Заблокованы тендеры, або недобросовестная конкуренция может быть, або неправильно, не до конца выписали тендерные умовы. Может быть, и история... Вот в сюжете было целиком правильно. Наш рынок настолько давно ничего не выготовлял в таких масштабах для украинской системы освіти, что он выявился тоже не выбор. Лиля, вам не кажется, что причина может быть еще в том, что новые деньги зашли, а новые схемы еще не придуманы? Как на этом? Откаты получить на местном уровне. Возможно же, может, правоохранители уже пора подключать к этой проблеме? Ну, перв за все, если деньги есть, а их на школу не тратят. Возможно, не хотят. Возможно, просто думают, сейчас я найду фирму, через которую парти закажу, ой, это не буду заказывать, здесь откат не дадут. Если так, то, конечно, мают заниматься правоохранительные органы. И, конечно, что будет проведен величезный аудит каждого органа местного самоврядувания. Чому там остались невикористанными деньги? Потому что это означает, что какие-то родители и, главное, их дети остались разочарованными. Потому что, виходит так, новая украинская школа, мы дали новый смысл. Мы перенавчили 40,5 тысяч вчителей. Это 22 тысячи вчителей початковых классов и остальных – это вчителей иноземных мов, которые заходят учить методами деятельного пошукового навчания. И детям подобаются эти методы. Больше того, они дают хорошие результаты. И сейчас вчители эти не получили обладательства и этого простора, в котором можно нормально учиться. Но, Лиля, нужно признать, что многие вчители, особенно старшего поколения, они не так оптимистично, не так радужно, не с такими радужными настроениями, подошли к этой работе новой, к этой реформе и, в общем-то, выражают свое недовольство. Эти, в общем-то, мнения звучат. Вы не боитесь саботажа какой-то части педагогических коллективов новой реформы? Ну, первое, мы готовы к нему, потому что всегда есть те, кто опираются. Но я вижу другие примеры, когда, имея даже великий опыт, его можно успешно использовать, но это не заперечивает, это новое, что нужно привнести в школу. Вот я приведу очень простой пример. Мы сейчас ввели такое свидетельство достигнень, чтобы родителям, за подсумками навчания в школе, показать, как просунулася их дитина в прошлом одного семестра. Так вот, там, кроме таких звичных показников, как умеет лечить в межах ста, або умеет писать диктант, есть такие, как умеет решать конфликты, умеет работать в команде. До речи, от этого успешное життя, будущее этой дитиной, так же очень зависит от знаний из математики. Согласен с вами полностью. И до этого времени в нашей школе пересечен, не учили. А для этого нужно другие методы навчания. И поэтому те вчители, которые опираются, они должны понимать, что они опираются требования времени, и они идут в разрез с потребами этих современных детей. Смотрите, возможно, опираться, они станут меньше, если их задобрить хорошими зарплатами. Сейчас Кабмин работает над проектом бюджета на следующий год. Чего вы ждете от этого документа, и чего ждать учителям, преподавателям вузов? Ну, прежде всего, я хочу нагадать, что мы впродовж этих двух лет поднимали зарплаты. Первый год взагалі на 50%. Цего года вышло где-то ориентированно еще на 20%. Учителя не обидятся, если еще раз повысить. Конечно, я понимаю, только для этого нужен государственный бюджет, который может это покрыть. А я хочу нагадать, что у нас этот следующий год будет знаменит тем, что у нас величезные выплаты по боргу Украины, которые создали не этот уряд. Мы должны отдавать борги, которые сделали предыдущие, другие уряды. И в связи с этим мы сейчас должны чётко понимать, что нам по кишени. Очевидно, что увеличение зарплатных плат для всех бюджетников будет, яке плановое, яке отвечает щеквартальному увеличению. Но каких-то особенных, додатковых, великих увеличений, которые мы сделали в последние два года, в этот напруженный бюджетный р год не будет возможности сделать. Но плановые увеличения, они обязательно отбудутся. Ну, в принципе, уже радостная новость для работников сферы образования. Спасибо вам за эти ответы. Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины, отвечала на мои вопросы. Спасибо ещё раз.